И всем привет, с вами Ротиксон, сегодня будет видео про биржи гейтайо, а именно как обеспечить безопасность вашего аккаунта и как использовать биржу безопасно и чтобы вас не взломали какие-то советы, которыми я частично лично использую, ну и из интернета советую. А перед этим по ссылочке в описании вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Ну первая причина, ютуб могут заблокировать и походу так и будет, а если вы хотите за мной следить, то подписывайтесь. И второе, в телеграм-канале много тем, но которых просто нет на ютубе, по многим причинам, например некоторые могут устареть буквально за 10 минут, но если вы успеете в них поучаствовать, то можете заработать. В общем в телеграм я кидаю практически все темы, в которых я участвую, там очень интересно, еще и новости иногда кидаю крутые, в общем подписывайтесь, более 215 человек за мной следит. Напомню, то что биржа GTA входит в топ 7 бирж мира, спасибо им за поддержку, а если вы еще не зарегистрировали на бирже, то вы можете это сделать под ссылочкой в описании и получить вечную и максимальную скидочку 20% на все ваши комиссии. И как я уже говорил, самый безопасный способ хранения криптовалют, с точки зрения пользователя, это аппаратный кошелек, например Trezor или Ledger. Но также нужно и не забывать, то что на бирже мы торгуем, там тоже у нас есть средства, и биржу на счет тоже нужно правильно защищать, чтобы нас не взломали и придерживаться определенных правил. Ну, холодные кошельки, там плюс то, что у вас есть закрытые или приватные ключи, и они хранятся на устройстве в автономном режиме, а не в сети. Мы называем данный способ холодным хранилищем. Противоположным способом такому хранению является горячий кошелек, где криптовалюта хранится онлайн и всегда готова к использованию. Хотя блокчейн является полностью прозрачной технологией, злоумышленники могут наблюдать и отслеживать с помощью анализа блокчейн-транзакций, какие кошельки используются как горячие, а какие как холодные. Биржи также могут использовать кошельки с предварительным охлаждением и предварительным нагревом для повышения уровня безопасности. Так, еще вставлю немного своей информации, есть ли у вас приложение на телефоне, да, это хорошо, но также я вам советую не скачивать всякие посторонние приложения непонятно откуда, и даже из Google Play аккуратно скачивать какие-то неизвестные, и в общем-то не открывать какие-то PDF файлы. Ну, в общем, такие файлы, в которых вы не уверены, потому что, мало ли что, может случиться все что угодно, и лучше перестраховаться. А также, биржи Get.io делят наш баланс на разные категории, спот, маржа, контракт, финансовый, и в основном все торговые категории относятся к горячим кошелькам, а остальные в основном холодные. Это что касается внутренней безопасности биржи. А как же обезопасить свой аккаунт? Для начала, создайте абсолютно новый пароль, который вы никогда прежде не использовали. Также желательно создать почту отдельно для биржи, и для разных бирж я советую использовать разные почты. И добавьте двухфакторную аутентификацию на почту. Я вот использую лично двухфакторную, но я телефон не стал привязывать, потому что вдруг смски могут иногда не прийти, а аутентификатор работает всегда. Чем вы лучше защитите почту и пароль, ну в общем аутентификатор, тем безопаснее будет ваш аккаунт. И то есть, как я говорил, у вас также и компьютер должен быть, ну вы не должны скачивать всякие странные файлы, на почту вам приходит PDF файл, не надо его открывать, особенно если вы не знаете, ну кто это прислал. То есть, надо быть очень аккуратным, и то же самое с телефоном, очень аккуратно нужно все делать. Кстати, вот аутентификатор, я только его ставлю, потому что номер телефона иногда смски могут просто не приходить, не знаю почему, там возможно проблемы со стороны какой-то компании, ну по производству смс, там типа такого. Поэтому лучше используйте аутентификатор, и как же его поставить? Мне кажется, лучший метод, да мы заходим в Google Play, ищем там аутентификатор, скачиваем его, в общем, круто у Google Аутентификатор, мы находим Google Play или App Store, далее переходим на сайт или в приложении Gate, в моем случае, заходим в нашу учетную запись, центр безопасности, Google Аутентификатор, и вам нужно будет в окошке ввести все пароли и получить API ключ. Теперь переходим в Google Аутентификатор, нажимаем плюс, вводим туда эти всякие ключики, либо сканируем QR-код, но это проще. Теперь ваш аккаунт безопасности, далее при заходе в аккаунт, нам надо будет ввести этот шестизначный ключ с почты, ну или когда вы будете вводить, тоже вам нужно будет ввести эти коды, так что тоже. Вот эти все аутентификаторы, в общем-то, те, которые нам помогают обезопасить наш аккаунт, они немного усложняют работу нашу с аккаунта, потому что при выводе-приводе нам нужны будут дополнительные коды, но я все же считаю, это нужно и важно. Также мы можем привязать свой аккаунт к определенному IP, что увеличить безопасность, но сильно ограничить удобство использования биржи, поэтому я этого не делаю, потому что я иногда перемещаюсь, в общем-то. Ну, для меня это не очень важно, но если вы дома все время заходите с одного IP, то я бы, конечно, сделал, чтобы с одного IP вы заходили. Плюс, если у вас на роутере динамическая IP или мобильный интернет на телефоне, вам будет неудобно, поэтому, ну, тут, кто уж как хочет, кому как удобно. Также в приложении Gate мы можем добавить разблокировку приложения через отпечаток пальца, это крайне удобно и увеличит безопасность вашего аккаунта. Также вам стоит ввести антифишн код, он будет добавлен к каждому письму от Gate.io. В сверив его вы сможете понимать, какие письма от биржи, а какие от мошенников. И, кстати, вот по поводу телефона, отпечаток пальца, это очень важно, даже, может, пароль, именно вход на биржу, потому что, ну, представьте, вы оставили свой телефон на вечеринке открытой, и кто-то увидел там биржу Gate.io, нажал на нее, ввел криптовалюту и вывел вас в адрес. Это, в теории, возможно, так что, ну, это важно, я считаю, поэтому стоит поставить пароль. Ну, или отпечаток пальца. Такс. Это, конечно, может показаться глупым, но никогда не скидывайте свои пароли посторонним лицам и не сохраняйте их в небезопасных онлайн-чатах. Если вы не знаете, что вас просят скинуть, то лучше не скидывайте, лучше загуглите или в техподдержку напишите в чат биржи, потому что никогда никто у вас не попросит пароли от биржи, ну и тому подобное. И, кстати, вот мой совет, используйте, пожалуйста, разные пароли для всех разных учетных записей, вообще всего, ну, потому что, представьте, я хацкер, ха-ха, нашел один пароль у вас, и все, то есть, получается, имея один пароль, если у вас он один, то я получаю доступ ко всему, что у вас есть. Поэтому, ну, меняйте хотя бы пароли на, там, важных платформах, на которых вы есть. Пока что на этом все. Спасибо за просмотр. Если я принес вам пользу, то вы можете поблагодарить меня, оставив комментарий и поставив лайк, это для меня довольно важно, и так видео посмотрит больше людей, и вы, может быть, даже кому-то поможете. Так что, удачи и будьте аккуратны.